Всем привет! В этом выпуске вы узнаете, какие изменения произойдут с вашим организмом, если каждый день есть свеклу. Свекла – это овощи, доступные каждому, но при этом ее ценность для здоровья организма превосходит все ожидания. Этот овощ в любое время года можно найти в магазинах, супермаркетах, рынках, а если вы садовод, это вообще прекрасно, ведь вы точно знаете, в каких условиях и с какой заботой выращен корнеплод для здоровья всей семьи. С самого детства нам твердят о пользе свеклы, все это знают, но мало кто пользуется этими знаниями. Витаминов в ней содержится относительно мало, зато фолиевой кислоты в достаточном количестве, чтобы предотвратить заболевания сердечно-сосудистой системы. В ее составе содержатся важнейшие для здоровья микроэлементы, поэтому если употреблять свеклу каждый день, через некоторое время вы заметите некоторые изменения в организме. Для начала снимем возникшие сомнения, никто не заставляет вас грызть целый корнеплод каждый день. Можно не съедать порцию салата из отварной свеклы, если он вам не нравится. Поверьте, вариантов употребления свеклы намного больше, чем вы можете себе представить. О них мы расскажем чуть позже, а перед этим предлагаем оценить то, ради чего стоит включить свеклу в рацион. Во-первых, если вы имеете проблемы с опорожнением кишечника, постоянно пополняя запасы слабительных средств в домашней аптечке, свекла поможет решить этот вопрос. Большое количество клетчатки, содержащиеся неперевариваемые волокна, помогут мягко очистить кишечник и избавиться от накопившихся токсинов и шлаков. Природные сахара помогут наладить микрофлору кишечника и побороть болезнетворные микробы и бактерии. С другими проблемами желудочно-кишечного тракта также поможет справиться свекла. Она улучшает работу всей пищеварительной системы в целом, помогает остановить развитие патогенной микрофлоры, а еще на ее основе можно приготовить состав для избавления от лямблей. Люди, страдающие панкреатитом, также оценят помощь свеклы в снятии симптомов данного заболевания. Свекла способна снижать артериальное давление. Если у вас имеется склонность к гипертонии, даже если вы уже употребляете лекарство от давления, употребление свекольного сока поможет сохранять его в норме. Кстати, исследования показали, что одинаково эффективен в данном случае как сок свежей свеклы, так и вареный, поэтому выбирайте тот, что вам по вкусу и пейте ежедневно 250 миллилитров сока. Свекла помогает поддерживать сосуды в тонусе, тем самым обеспечивая нормальный кровоток. Соответственно, все органы получают кислород в необходимом количестве, что особенно важно для здоровья головного мозга и сердечной мышцы. Таким образом, свекла защищает сосуды от кровоизлияния и тромбозов, а также снижает риск возрастных неврологических изменений в виде старческого слабоумия или снижения памяти и концентрации внимания. Свекла способна накапливать большое количество нитратов, больше, чем другие овощи, но не стоит пугаться, это скорее плюс. По результатам лабораторных исследований выяснилось, что нитраты синтезируются самим корнеплодом. Усиление кровотока позволяет снизить кислородное голодание мышц во время больших нагрузок. Также это способствует повышению потенции у мужчин, так как усиливает кровоток и к половым органам тоже. На заметку спортсменам, за допинг в виде свеклы Всемирное антидопинговое агентство точно не придерется. Свекла богата антиоксидантами, а это значит, что она способна нейтрализовать свободные радикалы в организме и предотвратить изменения в структурах клеток, ведущие к онкологическим заболеваниям. Также свекла замедляет старение организма на клеточном уровне. Можно ли употреблять свеклу беременным и кормящим женщинам? Ведь свекла по своим терапевтическим свойствам сравнима с лекарственными средствами. Ответ, конечно да, не можно, а необходимо. Этот корнеплод – источник фолиевой кислоты, которая важна для внутриутробного развития плода на этапе формирования, нервных сплетений, а также для предотвращения пороков развития ребенка. Железодефицитная анемия – диагноз, с которым сталкиваются практически все беременные женщины, особенно со второго триместра беременности. Свекла богата йодом и способна поддерживать необходимый уровень гемоглобина в крови, так что малыш будет получать достаточное количество кислорода. Стоит помнить, что свекла снижает усваиваемость кальция организмом, поэтому при его недостатке не стоит сильно увлекаться свеклой. Если вы решили похудеть, свекла станет для вас отличным компаньоном. Используя ее в качестве главного ингредиента монодиеты, можно в течение пары дней сбросить несколько килограммов, за счет чего достигается снижение веса при употреблении свеклы. Во-первых, вещества, содержащиеся в свекле, помогают белку лучше усвоиться. Если съесть немного свеклы перед едой, то чувство голода существенно снизится, и вам понадобится меньше объем еды для чувства насыщения. Этот эффект достигается за счет большого количества клетчатки. Свекла улучшает метаболизм, выводит вредные вещества из организма, мягко очищая кишечник. Куркумин в составе свеклы помогает справиться с накоплением жиров в организме. Кроме всего прочего, к полезному воздействию свеклы можно отнести противовоспалительный и обезболивающий эффект, в том числе при менструальных болях. У женщин еще она помогает улучшить самочувствие при депрессивных состояниях, а также сохранить остроту зрения. В каком виде свекла будет полезнее? Конечно, максимальная концентрация полезных веществ в чистом свекольном соке, но пить свекольный сок стоит, разбавляя его морковным или яблочным соком, начиная с соотношения 1 к 10 и постепенно доводя его до соотношения 1 к 2. Сначала стоит отжать свекольный сок и дать ему настояться. Затем уже к отстоявшемуся соку добавлять морковные или яблочные. На втором месте будет сырая свекла, но употреблять ее стоит небольшими порциями, во избежание проблем с зажелудочно-кишечным трактом, натертый корнеплод лучше оставить немного постоять или перемешать с другими овощами в составе салата, например, с морковью или яблоком. В вареном, запеченном или тушеном виде свекла особенно эффективна при кишечной непроходимости, а также для лечения ожирения. Кстати, вот в одном виде ее можно есть и людям, страдающим сахарным диабетом. Для борьбы с запорами салат из отварной свеклы стоит приправить оливковым маслом и съесть перед сном. Маринованная и квашеная свекла всегда считалась лучшим лекарством от цинги. Съедобная часть у свеклы не только сам корнеплод, но и его ботва. Очень полезно добавлять ее в супы и салаты. В осеннее время ботва свеклы содержит больше минеральных веществ и витаминов, чем корнеплод, а еще из зелени свеклы получается вкусный и полезный квасной напиток. Свекла отлично сочетается с яблоками, морковью, сметаной и чесноком. Салат из свеклы с черносливом и грецким орехом имеет очень приятный вкус, а кишечник вам точно останется благодарен за такую щадящую очистку. Главное и любимое практически всеми блюдо это борщ. Для сохранения большего количества веществ в бульон можно добавить натертую свежую свеклу или же применить щадящее тушение с небольшим количеством воды. Не стоит сильно обжаривать и натертый корнеплод. И еще один суп, прекрасно помогающий справиться с жарой в летнее время, это свекольник или холодный борщ. Он отлично освежает и насыщает организм полезными веществами. Согласитесь, это в тысячу раз полезнее, чем выпить в жару прохладной газированной воды. Подводя итог, помимо пользы этого красного овоща для организма, выделим такие его преимущества, как низкая цена, доступность, долгий срок хранения. Даже пролежав всю зиму, свекла сохранит все полезные свойства, что так важно в весенний период. Когда организм ослаблен и нуждается в насыщении витаминами, для употребления свеклы есть и противопоказания, а точнее будет сказать ограничения. Так, при подагре и артрите, а также пониженном давлении и расстройствах кишечника, не стоит пить свежевыжатый свекольный сок. Наличие сахарного диабета, если таковое имеется, обязывает вас строго ограничивать количество съедаемого корнеплода, ведь он содержит большое количество природных сахаров и может вызвать резкий скачок сахара в крови. Свекла препятствует усвоению кальция, поэтому те, кто страдает остеопорозом или имеет недостаток кальция в организме, должен с осторожностью относиться к данному продукту. При наличии камней в почках или мочевом пузыре, свекла вообще не рекомендуется к употреблению из-за высокого содержания в ней щавелевой кислоты. Что ж, будем надеяться, что вы узнали что-то новое о полезных свойствах свеклы. Ставьте лайк и делитесь этим роликом с близкими и родными. Проявляйте заботу о себе и будьте здоровы. Ждите наших следующих роликов, чтобы узнать больше о здоровье.